Тесное сотрудничество трёх организаций и взаимодействие двух поколений дало плодотворный результат по итогу 2018 года. Взаимосвязь старшего, более опытного поколения с теми, кто только начинает свой профессиональный путь, выстроила единую константу в дальнейшей деятельности. Определила конкретную направленность в продолжении выбранного пути реализации поставленных задач. В приоритете остаётся помощь и взаимодействие молодёжи с ветеранами. Защита интересов молодёжи ветеранов, совместное действие, это и посещение ветеранов на дому, это и, особенно с точки зрения профсоюза, внесение в коллективные договоры предприятий разделов, норм, о том, чтобы не забывали наниматели и коллективы о своих ветеранах и оказывали им максимальную помощь, если есть возможность, и материальную, а если нет, хотя бы вниманием посещали, поощряли, встречались, организовали мероприятия совместные, чтобы люди не оставались сами с собой, со своими проблемами, чтобы чувствовали себя в какой-то степени полноправными членами коллектива, в котором отдали не только один, два и десятилетия. Безусловно, возможная, посильная помощь – это то, что более востребовано на данный момент у людей старшего поколения. Нарубить дров, сходить в магазин, скопать огород – это то, что порой не под силу людям преклонного возраста, но с лёгкостью решаемо представителями молодёжных организаций. У нас буквально в сентябре прошлого года стартовал такой проект, как «За дело», то есть, ну, мы так называем, наш девиз этого проекта – «Нас за дело», и мы взялись за дело. Вот, он разнообразен, разноширен, и в том числе мы помогаем благоустраивать дворы ветеранам, помогаем им, ну, посещаем их, разговариваем, беседуем, помогаем благоустраивать памятники совместно. И, на самом деле, это, ну, пользуется спросом, и это реальные дела, то есть, без всякого формализма реально приходим, помогаем. Вот, и, скажем так, ещё в рамках такого проекта у нас есть, как мы выбираем помощь пожилым людям, мы тоже встречаемся с различными, не только со стороны Великой Отечественной войны, но и тем, кому эта помощь необходима. И такая работа не остаётся незамеченной. Много тёплых слов было сказано в этот день в адрес молодых ребят, которые на волонтёрских началах трудятся во благо своего народа. Говорят некоторые, пытают мнение, что вот молодёжь у нас сейчас плохая, это не то, что мы. У меня другое мнение. У нас замечательная молодёжь в Белоруссии и в Брестской области. Надо только правильно с ними говорить. Надо проводить с ними уроки мужества, чем и занимаются наши ветераны в районах. Созданы специальные агитационные группы, которые ходят в школы, в средние учебные заведения, колледжи, университеты, где проводят уроки мужества. А что такое урок мужества? Там не надо говорить на задание никаких, просто рассказывать о своей жизни. На заседании был утверждён план совместной деятельности на 2019-2020 годы. Значимые юбилейные мероприятия выпадают на этот период. Это празднование Тысячелетия Бреста, 75 лет со дня освобождения нашей страны от фашистских захватчиков и 80-летие образования Брестской области. Задачи поставлены, и организации приступили к поэтапной реализации.